Один мой знакомый рассказал забавную историю, показывающую, до какой степени бывают изобретательны некоторые личности, особенно если им очень нужно остаграммиться. Знакомый работает в службе охраны одного небольшого супермаркета, не стану говорить какого, да это и не важно. В общем, обратили они внимание на одного странного мужичка. Он периодически заходил в магазин, немного по нему бродил, покупал что-нибудь недорогое, к примеру, плавленый сырок или булочку, расплачивался на кассе и уходил. Шел он не сильно далеко, садился на лавочку в 50 метрах от магазина, кушал свой сырок, о чем-то думал и минут через 10 уходил насовсем. Все бы ничего, но вставал он с лавочки уже не совсем ровно, да и шагал он странно, как будто был уже хорошо навесили. Работники магазина начали присматриваться к нему, вдруг мужичок что-то стащил из магазина и на лавочке выпил. Но нет, на лавочке он не пил. Может уже был под шофе? Тоже нет, заходил он в магазин совершенно трезвый. Начали внимательнее смотреть за ним, когда он ходит по магазину, проверили камеры. И обратили внимание, что он некоторое время стоит возле отдела со спиртным, берет с полок бутылки, тетропаки с вином и что-то на них читает. Но, как ни странно, все возвращает на место. Короче, придраться было ни к чему. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, конец все равно найдется. В супермаркет зашел человек, который пять минут назад делал покупки. Он был очень сердит и позвал администратора. Ему он показал купленный только что тетропак с вином, в боку которого была небольшая дырочка. Да и вина там было явно меньше. Вот тут все и стало на свои места. Оказывается, мужичок тот придумал хитрость. Он взял шлангочку от капельницы с иглой, продел ее через куртку, так, чтобы один край ее был в воротнике, а другой, с иголкой, в рукаве. Взяв с полки тетропак с вином, он аккуратно прокалывал иголкой картон и через воротник выпивал часть содержимого. Пока он сосал трубочку, он делал вид, что читает надписи на коробке. Вот такие изобретения иногда придумывают люди, лишь бы удовлетворить свои потребности и ничего за это не заплатить, звездочка, звездочка, звездочка. Спасибо за внимание. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, нажмите лайк, палец вверх. Ну и подписывайтесь на канал «Базарный дядька», чтобы не пропустить новые интересные и поучительные истории из моего опыта и из жизни других торговцев. Субтитры создавал DimaTorzok